Да, дорогие друзья, поздравляю вас! Это обзор Dragon Age 3. А, нет, стоп, это не мой текст. Во, Dark Souls 2. Продолжение одной из самых хардкорных РПГ последнего времени и один из самых ожидаемых мною проектов этого года. Тем же, кто также ждал эту игру, я настоятельно рекомендую выключить этот обзор и просто зачеркивать в календаре числа до момента выхода игры. Потому как это все та же самая Dark Souls, только больше. И чтобы испытать полный спектр удовольствия, надо проходить ее абсолютно не зная ничего о тех сюрпризах, которые приготовили вам разработчики. Те же, кто о этой игре слышит впервые, могут посмотреть для ознакомления обзор первой части. Давайте, идите. Мне что, по второму разу говорить то же самое? Пошли. Вам может еще ссылку на видео оставить? С таким настроем можете сразу забыть про эту игру. Здесь вашей лени потакать никто не будет. Не можете пройти, никто вам не поможет. Либо вы будете стараться и со скрипом продвигаться вперед, либо так и будете торчать в самом начале. Расскажу историю, за которой наш рабочий чатик следил в течение всей той недели. Я три дня не мог победить босса. Не то, чтоб я сидел за игрой не вылазя, но часа по три-четыре. Ходил к нему как на работу и каждый раз получал люлей. Я уже почти впал в отчаяние. Потому что для обзора надо наснимать разных локаций. А я не могу пройти дальше, внимание, второго босса в игре. Думал пофармить душ, чтобы прокачаться и победить его. Но не тут-то было. Если раньше после каждого сидения у костра враги восстанавливались, то тут оказалось, что после 10 или 15 смертей они пропадают. Можно сказать, что это упрощает игру, но по факту ситуация получилась патовая. В одну сторону меня не пускают ворота, в другой стоят довольно сильные мобы, а в третий босс, которого я бью уже третьи сутки. И даже пофармить уже негде. Причем каждая моя следующая с ним битва становится все сложнее и сложнее. Ведь во второй Dark Souls после смерти вы не просто тратите человеческий облик, что на самом деле не очень пугало в оригинале. Здесь отрезают где-то 5% вашего хелсбара. То есть после первой смерти у босса вы к нему еще и идете более ослабленным. А чтобы восстановить жизни, нужен специальный предмет. Но он не так часто валяется под ногами, но у торговцев стоит немало душ. А их вам даже пофармить негде. Впервые за долгое время я ощутил безысходность. Ведь нет еще никаких гайдов, специальных википедий, даже прохождений на ютюбе в 100-500 частях. Но я так и сумел найти выход. И в какой-то момент даже убить босса. И черт побери, давно не получал от победы такого удовлетворения. То чувство, когда ты выиграл не потому, что тебе игра поддалась, а потому, что ты сумел затащить своим скиллом. Во многих современных РПГ игрок большую часть времени слушает диалоги, выбирает в них ответы и лишь иногда принимает участие в битвах. Здесь же сюжета в привычном смысле слова нету. Есть довольно глубокий лор, который обычно либо читается на сайте разработчиков, либо смотрится в видеороликах на ютюбе. Поэтому спойлеры могут быть исключительно геймплейные, что довольно редко можно встретить. Игрока на каждом шагу пытаются обмануть или вообще убить. Причем прошлый опыт может вполне сыграть с вами злую шутку. Вот подходите к колодцу, бьете по противовесу, и к вам поднимается труп с очень хорошим предметом на нем. В следующий раз, встретив подобную ситуацию, вы в предвкушении хорошей добычи отправляете противовес в колодец, и из него к вам приезжает толпа врагов. Чудесно же! Игровой процесс позволяет испытать огромное количество всевозможных эмоций. Радость победы, злость от поражения, безысходность, когда не можешь три дня победить босса, и многие другие. Вы становитесь более внимательным, при входе в помещение заглядываете в каждый угол, аккуратно подходите к лежащему где-то в потаенном месте предмету, и следите за движениями врагов. Даже страх, совмещенный с любопытством, можно испытать в Dark Souls 2. Когда открываешь дверь и не знаешь, что за ней, а там гадость какая. Но хотя они явно не пролезут в этот дверной проем, так что ай да ну нафиг. А почему такая реакция? Потому что даже самый рядовой противник способен разделать вас под орех. А уж если их целая толпа, то тут уже необходимо быть очень осторожным, и стараться обходить их, и по чуть-чуть ковырять каждого в отдельности, не позволяя его собратьям в этот момент вас искромсать. К тактике врагов привыкнуть невозможно. Во-первых, потому что они иногда могут выполнить какой-нибудь удар, которого раньше не было. А во-вторых, в каждой локации вам встречаются новые типы противников, стиль боя которых вам вообще неизвестен. При всем при этом, игра выглядит очень красиво. Если не графикой, то своим дизайном локаций. Никакой карты нет и в помине, но даже декорации могут подсказать вам правильный путь. Например, яркий разлом в небе в самом начале. Уровни не совсем линейны и спроектированы так, чтобы всегда можно было отыскать место, на которое до этого не обращал внимания. Найти секретный проход там, где его казалось бы и быть не могло. Например, упав случайно в пропасть. Или взорвав бочку рядом с хрупкой стенкой. То, что в других играх считается багом или читом, здесь вполне нормальная ситуация, специально продуманная разработчиками. Так что если вы не боитесь трудностей, если не бросаете игру после пары смертей, если любите досконально изучать локации, то покупайте Dark Souls 2. Или ждите ее, когда она выйдет на ПК и тоже покупайте. Без мультиплеера вы потеряете большое количество дополнительного ботхерта, которые могут вызвать вторгающиеся в ваши миры другие игроки. Ну а также останетесь без помощи и подсказок, которые вам оставляют такие же, как вы приключенцы. Игра не стала проще, как гласили некоторые новости. Она осталась все такой же, как и была. На любое упрощение, типа возможности перемещаться между кострами с самого начала, появилось и усложнение, на вроде и потерь после смерти максимального значения жизни. Много подобных сюрпризов будет ожидать вас во время прохождения, ведь игра сделана в традициях своей предшественницы и идейного первоисточника Demon's Souls. Те были изумительны, и это тоже изумительно. Поэтому смело отправляйтесь навстречу опасностям. Только постарайтесь не сломать свои геймпады после десятой по счету смерти на одном и том же месте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok